мы сегодня готовим почки по уйгурски для этого нам понадобится вот такой вот вог в него мы немного налили уже оливкового масла значит что из себя представляет почки это баранья почка я вот их две почки больших разделов на такие части каждую почку я вот так вот начинковал вот на такие вот квадратики получается она делится то есть она снизу здесь цельная здесь сверху разрезано для того чтобы она быстрее лучше прожарилась в эти отверстия порезы так скажем попала все специи весь вкус туда попал значит у нас две почки больших разрезанных бараньях крупно порезанная луковица также понадобится нам сегодня зира я уже немножко помолол в ступке также красный молотый перец соль и хороший китайский соевый соус буквально 30 граммов и так можно начинать значит бог нужно максимально разогреть разогреваем бог видно масло что начало уже дымить значит она уже нагрета до нужной нам температуры сейчас мы туда моментально спускаем наши почки вот мы видим что некоторые почки уже хорошо растопырились значит самое время посолить соли мы совсем немного буквально небольшую щепотку потому что еще будет соевый соус самое время уже залить соевый соус сыпать красный перец и зиру зиры много перемешаем чтобы все почки равномерно у нас просолились проперчились и наполнились зирой теперь мы всыпаем лук 3-4 минуты надо нам доготовить блюдо ну что же все готово можно выключать вот такое у нас блюдо включилось почки сейчас будем пробовать дэвид блэйн значит мы сейчас находимся в гостях у известного почковеда Ивана Калинина и так наши уйгурские почки только что приготовленные добрались до его почковеденской лаборатории пожалуйста Иван сейчас я как эксперт попробую оценю и скажу вам как оно вообще ну такое ненавязчивый вкус достаточно нежный я думаю что в самый раз лука зиры перебор конечно небольшой на мой вкус ну и собственно говоря самым самым цинусом этого блюда является подливка которая непонятно из чего сделана мне кажется там соя все таки присутствует я думаю что достойное блюдо я рекомендую как почковед я считаю что на твердую четверочку непонятно из чего Продолжение следует...